Это было поручение губернатора. Есть соглашение, когда наши сельские предприятия участвуют в жизни населенных пунктов. Но понятно, что сегодня Валерий Андреевич больше участвует. Это Степновский сельсовет, Красная Сопка, Павловский сельсовет, Сопкинский сельсовет, Преображенский сельсовет. Но там как-то менее, но тем не менее мы обращаемся различно. Порой эту помощь не видно. А какого рода это участие я хотела уточнить? Ну как, например, ЗАО Назаровска не оказывает помощь в каких-то ремонтных работах на территории именно объектов социальной сферы. Как, например, Сибиряк нам оказывает помощь в опахивании населенных пунктов, то есть созданию таких безопасных мер именно то, что от нас требуется по линии ГО и ЧС. Где-то нам помогают свалки ликвидировать несанкционированные, которые, к сожалению, могут возникнуть. Очистить дороги. То есть вот таким образом мы работаем. А подсыпать где-то может какую-то дорогу? Ну подсыпать это тоже есть. Я не скажу, что это прямо имеет массовый характер. Но тем не менее выстраиваются отношения и договариваются наши главы. То есть вдобавок мы же понимаем, что дороги убиваются больше, где развито сельское хозяйство. Потому что это техника тяжелая, которая передвигается. Соответственно, дорога больше убивается. Поэтому да, есть обращения и как-то такая вот... А как вообще живут сегодня эти сельхозпредприятия? Их экономическая деятельность, на ваш взгляд, все ли удовлетворяет вас? Ну... Почему спрашиваю не просто так? Это все-таки связано вот с жизнью населения, с теми же рабочими местами? Ну, это реально, да. Это... Я бы сказала, что именно в сельском хозяйстве это два предприятия, ну если так можно выразить, с разной весовой категорией. Мы понимаем развитие, стабильность и вот этот период, это ЗАО Назаровская и Агрохол Инсибряк, который к нам, да, зашел позже. И для него это не основной бизнес. Поэтому то, что касается... Конечно, год был трудный. Мы понимаем, что сегодня и с уборкой проблемы в районе, потому что... Ну, никогда такого не было, как мы говорили с Валерием Андреевичем, чтобы так тяжело ЗАО Назаровская заканчивало уборку, потому что вот эти дожди, которые не давали убирать практически, да, сентябрь, начало октября, вот как-то погода так сложилась, что она оказалась гораздо хуже, чем даже рядом с Ужурским и Шарыповским районом. То есть там было больше солнечных погозных дней и была возможность работать по сравнению вот с нашим районом. И поэтому и ЗАО Назаровская, и Агрохол Инсибряк очень тяжело, вот, по крайней мере, в этом году проводят уборку. То есть до сих пор еще не все убрано? До сих пор, вот, последнего года, да, не все убрано. Есть, разговаривали буквально с Валерием Андреевичем на прошлой неделе, в конце, наверное, в пятницу, о том, что сегодня он не может убрать овес, потому что полегли, то есть культуры, и сегодня его подобрать практически невозможно, но какие-то вот остатки такие есть. Поэтому... А у Сибиряка что за проблема? Ну, у Сибиряка есть такая же проблема, то, что касается подсосинской территории, потому что сегодня только утром вот разговаривали. Ну, и у Сибиряка послабее, другие как бы происходят вещи, я имею в виду, в организационном плане. Поэтому Сибиряк сегодня не так активно работает, но, тем не менее, работает сегодня, стабильно выплачивает заработную плату. Те, кто работает, заработная плата стабильная, это для нас тоже важно, потому что хотелось бы, конечно, чтобы Сибиряк более активно, они там пытаются в животноводстве менять, как бы, животных, которые там лейкозные, пытаются другие проекты реализовать. Ну, любой проект будем поддерживать, чтобы только были рабочие места. А количество рабочих мест, ну, вот хотя бы за последний год, оно не сократилось? Ни на одном из предприятий, все там более-менее стабильно? Ну, я, насколько мы, у нас есть запросы, да, определенные. Сегодня, наоборот, предприятие, что Зава Назаровская, что Грохолден Сибиряк нуждается в рабочих руках, потому что есть вакансии сегодня. Но, к сожалению... Нет желающих? И сегодня такая ситуация получается, что и желающих нет. А как вы думаете, с чем это связано? Ну, пришло другое поколение, в сельском хозяйстве всегда был очень тяжелый труд, и что тут говорить. И сегодня все-таки настрой такой я зачем буду, да, вот. Это же очень тяжело, вставать очень рано, идти, без выходных, вот как в уборку, мы понимаем, да, приходится работать. Ну, не готово сегодня новое поколение, вот, так работать. К такому труду? К такому труду, да. Ну, более того, у меня такое чувство, что скоро некоторая молодежь наша, которая вот очень много времени проводит в интернете, будет считать, что реально, как в стихах, да, что булки растут на деревьях. Не надо при этом вырастить, и вот, и все, вот эту цепочку, приложиться, понимать, да. Потому что, ну, труд реально тяжелый, труд реально, ну, мы понимаем, как бы, хотя сегодня техника, да, новая, которая заменяет большое число людей, да, мы говорим, раньше были какие трактора, какие машины, и сегодня, да, вот он идет, эти трактора такие мощные, они сразу сколько заменяют, понятно, высвобождаются рабочие руки. Или, например, да, Валерий Андреевич, на сегодня в Павловке возводит пять корпусов коровников, да, где будет полностью механизировано, роботизировано, да, роботы будут сегодня, да, и коров, роботы кормить, но, тем не менее, все равно нужны, да, работе руки, нужны механизаторы, нужны скотники, ну, и нужны программисты, но не нужны доярки. Это тоже мы понимаем, вот с одной стороны, да, вот она приходит, механизация, да, труд современный, но высвобождаются рабочие руки.